Всем привет! Рад вас видеть! В эфире Игорь Растрыгин, канал Футболафил. Больше года я не снимал видео с посвященной своей коллекции. Надеюсь, что теперь буду делать это регулярно. Изменилось очень многое. Время идет. Вот видите, я в очках теперь. Надеюсь, что выпуски будут бодрыми, интересными и вы тоже что-то интересное для себя узнаете. Итак, сегодня я покажу вам три карточки, которые я получил сегодня. Я уже вскрыл упаковку. Карточки пришли из Риги. Это карточки, которые выпустила компания Seeril, официальный производитель хоккейных карточек Континентальной Хоккейной Лиги. Коллекция 2022 Платинум и три хита. Я вам сейчас покажу. Я их сам еще не видел. Вообще не видел ни одной карты из этой коллекции. Она совершенно новая. И вот посмотрите, какая хорошая упаковка. Я ее вскрываю. Итак, первая карта. Упаковка. Сейчас я ее сниму. Она в таком пластиковом холдере, чтобы не помялась. Достаю. Здесь карты Овечкина. Для того, чтобы не помялась основная карточка. Такая дешевая. Две даже. Много карты Овечкина. Видите, да? Интересно. Это просто подарок от продавца. Ну, они недорого стоят. Просто как упаковочный материал здесь используется. Итак, собственно говоря, вот карта, которая первая, которую я хочу показать. Это автограф. Мика Ковиста. Играл он за московское Динамо. В свое время толстые карты с автографом. Тираж 11 экземпляров. Номер карты, вы видите, 8 из 11. Солидная карта. Довольно симпатичная. Здесь под серией On World Game. И вы видите флаг Финляндии. Страны, за сборную которой выступал Ковиста. И, соответственно, в форме Динамо он здесь. Далее. Вторая карта. Это уже Кейс Хит. Это уже карта в капсуле. Слышите этот стук? Это значит, что карточка упакована в специальную пластиковую капсулу. для того, чтобы сохранность ее была максимальна. Для того, чтобы можно было эту карту складывать уже не в альбом, а просто в специальной коробке, чтобы показывать другим. Есть подставочки, где карты в капсулах очень красиво смотрят. Итак, вот эта карта. Вот эта карта в капсуле Дмитрия Яшкина. И буква его формы. Буква С. И с другой стороны клюшка и автограф. Кусок красной клюшки. И автограф Дмитрия. Вот такая карта в капсуле. Она упакована. В принципе, теоретически ее можно достать из этой капсулы. Здесь единственное специальное такое с логотипом КХЛ наклейка. То есть, вскрывать эту пломбу, в принципе, можно. Она сама очень легко отклеивается. Вот. И давайте я это сделаю. Ладно, раз уж она тем более отклеилась. Попробую вскрыть. И вам пока так вот так вот скрывается. Вот так. И достану непосредственно саму карту. Вот такой она большой толщины. С одной стороны видим буква с формы. Она вышита, эта буква, на форме Динамо. И с другой стороны мы видим кусок клюшки и автограф Дмитрия Яшкина. Складываю аккуратно обратно. Для того, чтобы карту не повредить. Таким вот образом. Здесь такой магнитик. Плюс еще наклеечка. Вот такая карта. Она будет у меня здесь. Теперь уже лежать в коллекции. Когда-нибудь я сниму видео о всех карточках в капсулах, которые у меня есть. Поверьте, там очень много интересного можно будет увидеть. Дальше. Ну и главный мега-хит. Это следующая карта. Это карта Оверсайз. И мы видим. Собственно, вот этот дизайн всей коллекции Платинум. Вот здесь, в этом картонном конверте она находится. Давайте посмотрим. Вскрываю. Я сам еще не видел ни одной такой карты. Вот смотрим. Я ее достаю. Это тыльная сторона. Патрик Закриссон. Шведский игрок. Видите, флаг. Так выглядит тыльная сторона. А так выглядит передняя фронтальная сторона. Номер. Номер с рукава. Вот здесь на рукаве номер 19. Видите, вот срезан с формы этот номер. И, соответственно, вырезана часть рукава. И вставлена вот в эту карту. Тираж две штуки. Потому что два, соответственно, рукава и два номера было срезано. С формы Патрика Закрисона. Тоже очень редкая, дорогая карта. И я рад, что я ее получил. Ну вот. Пока все. Это то, что я хотел показать сегодня. Надеюсь, теперь выпуски будут регулярно. Смотрите мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Сейчас это все говорят. Я тоже это скажу. Вот. Хотя мой канал не для... Наверное, не для лайков. Не для каких-то еще вещей для вас. Чтобы вам было интересно. И чтобы мне было кайфово рассказывать вам о своей динамовской коллекции. И спасибо вам, что смотрите. Смотрите. Всего хорошего. До следующих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok